Здравствуйте! Вы смотрите телеканал «Ля Минор». Меня зовут Ксения Стриж. В эфире программа «К нам приехал». В гостях у меня сегодня человек, который знает про авторскую песню всё и даже больше – Константин Тарасов. Говори, чтоб остался я, чтоб опять не скитался я, чтоб рассветы с закатами наблюдал из окна. Мне в дороги далёкие, да маршруты нелёгкие, да и песня в дороге мне словно воздух нужна, Чтобы жить километрами, а не квадратными метрами. Холод, зной, мошкара, жара не такой уж пустяк. И чтоб устать от усталости, а не от собственной старости, И грустить об оставшихся, о себе не грустя. Пусть лесною Венерою пихта лапой по нервам бьёт, Не на выставках на небе изучать калера, И чтоб таёжные запахи, а не комнаты затлые, И не жизнь в кабаках рукам прожигать у костра. Говори, чтоб таёжные запахи, а не комнаты затлые, И не жизнь в кабаках рукам прожигать у костра. Говори, чтоб остался я, чтоб опять не скитался я, Чтоб рассветы с закатами наблюдал из окна. А мне в дороги далёкие, да маршруты нелёгкие, Да и песня в дороге мне, словно воздух нужна. Здравствуй, Костя. Здравствуй, Ксения. Вот что мне всегда в тебе нравится, это то, что ты как-то в хорошем смысле вместе со своим приходом приносишь какую-то такую творчески небрежную обстановку. Сразу ощущение, что не в студии, хотя, в принципе, я здесь стараюсь как-то так себя особо пафосно не вести, вот, как-то так, по-домашнему, да? Но с тобой даже об этом и думать не нужно, потому что ты сам эту обстановочку приносишь. Мы с тобой не виделись давно, мы вообще с тобой редко видимся. Вот. Ну, какие-то... Что больше всего сейчас занимает твой ум, сердце, душу? Ну, конечно, хочется очень вернуться к такой вот активной сочинительской деятельности, которой я давно не занимался. Да, и, между прочим, ты не особо-то и хотел. Я помню, помнится, в тот раз, когда мы виделись, ты сказал, да я особо-то, в общем-то, и не напрягаюсь там насчет пения, написания, исполнения. Ну, вот хочу сказать, что, наверное, все-таки, когда говорят, что у искусства, у исполнительского искусства, много составляющих, то вот вдруг и состояние души, и какие-то вот новые песни в концертах я стал петь, какие-то даже эстрадные. И так получилось, что что-то такое в тебе вот открывается, и вдруг ты понимаешь, что вот этой эстезии еще не было. И я вдруг стал опять потихоньку-потихоньку возвращаться к написанию песен. Завел даже в дом какую-то студию, пишу какие-то демки. Может быть, из этого что-то получится, но это говорит о том, что жизнь волнами. Нет, я хочу сказать, что это на самом деле абсолютно нормальная история, когда нужно от чего-то немножечко отступить и дать от себя отдохнуть, и самому как-то найти новые в себе ресурсы, что, собственно, вот у меня, например, происходило с радио, с радиостанцией, с коммерческой ФМ-диапазоной. Вот я так думаю, что с следующего сезона, с осенью, я думаю, опять идут переговоры на предмет того, чтобы как-то так дозировано, дозировано, то есть не каждый день, но как-то дозировано чуть-чуть, и опять вернуться к вопросу о волне. Мне кажется, это абсолютно нормально. Это нормально для человека. И я хочу сказать, что ты представила меня как автор-исполнитель, надо, конечно, сказать, что вот первая песня... Автор, запятая, исполнитель. Да, вот автор-исполнитель, я был исполнителем вот первой песни, потому что это известнейшая песня, которую поет вся страна. Но в такой вот несколько необычной, мне кажется, все-таки залихвасткой такой современной интерпретации какие-то вот приятно поискать какие-то новые краски. И вообще уже приходит время мудрости, когда надо петь не свои песни, а великие чужие. Да, думаешь, это мудрость? Конечно, потому что в молодости думаешь, что только ты являешься таким вот человеком, вокруг которого все вертится. А становишься постарше и понимаешь, что ты вертишься вокруг тех великих культурных каких-то событий, которые происходили, это относится и к книгам, конечно, и к спектаклям, книгам, ну и, конечно, к песням. Но сегодня, да, но сегодня я так смотрю по программке, вдруг, да, мы возьмем так, по ходу программы, если все будет там хорошо со словами, на памяти, ну мало ли что люди могут попросить, может, ты ее там не пел лет 10-20. Я же вспоминаю все время этот честный анекдот, когда я забываю в концертах слова, я вспоминаю этот прекрасный анекдот, когда бабушка говорит, внучек, напомни мне фамилию этого немца, от которого я без ума. Альцгеймер, бабуся, Альцгеймер. Потому что поешь, но самое страшное другое, на самом деле, когда поешь и понимаешь все слова, знаешь, поешь на автомате, и вдруг какой-то момент, ты знаешь слова, но вдруг выключается, это, конечно, страшно. Это, как Живейский говорил, выпил ремку, выпил вторую, а в третьей вода, вот тут раз, вдруг, и вода, и ты будешь сделать. Нет, 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 а дело в том, что это значит, я заметила как раз, когда вот я, например, что-то забываю, вот такая вот простыня у меня из того, что я, казалось бы, знаю, там отлетает от зубов. Это когда, например, я, вот, например, тоже стихотворение, например, я читаю, я говорю, а сама, вот на секундочку, подумала о том, что следующее, вот какой следующий будет там, я не знаю, четверостища, грубо говоря, и как только я о нем подумала, читая это на автомате, я сразу его забываю абсолютно. И когда покажу, я понимаю, что чисто лист бумаги. Это из серии, как у сороконожки, спросить теорию, как она ходит, она же сразу сломает все ноги, потому что какая за какой идет, это совершенно невозможно. А теперь «Сентябрь сколачивает стаи». Кто вообще написал? Авторов? Я хочу, чтобы ты представлял. Я хочу сказать об этой песне, она называется по первой строчке, «Сентябрь сколачивает стаи». Написано стихотворение чуть ли не в 61-м году, а музыку Евгений Клячкин написал в 63-м. Это стихи, очень знаменитые стихи, очень необычные, Александра Городницкого. И представляете, что такое 61-й год? И вот, услышав эту песню, или зная эту песню, как это звучало в тот момент у еще совсем молодого Городницкого в душе, и какая-то удивительно удачная музыка. А исполнял в итоге эту песню Клячкин или Городницкий? Клячкин, конечно, Клячкин, красиво исполнял. А Городницкий, по-моему, не исполнял. Никогда не пел, да. И вот хочется сказать, что я несколько раз был, мы дружили, были знакомы неплохо с Евгением Клячкиным, и, естественно, что я бывал на его концертах, и я просил его спеть. И однажды даже прислал записку из зала. И он говорил, несмотря ни на что, он говорил, эту песню я не пою, потому что я ее забыл, говорил он. Она была под жесточайшим запретом, под страхом наказания. Я уж не знаю, какое в тот момент могло быть наказание. Но еще почему я включил эту песню сейчас в это небольшое выступление, потому что проект «Песни нашего века» после небольшого перерыва взялся записывать очередную девятую же пластинку. И когда я иду на эфир, я знаю, что говорить о том, о сём, обо мне и о моих мыслях. Вот есть события, есть большие события, о которых мы сегодня в этой передаче скажем. Одно из таких событий – «Песнь нашего века» записывает пластинку Городницкого. Я буду абсолютно счастлив и буду считать, что мы выполнили свою работу, если еще будет записана пластинка Кима и пластинка детских песен. Сейчас пишем Городницкую. Вот мы хором там поем. «На материк, на материк идет последний коровон» и так далее. Как я сказал, девятая пластинка. И событие очень для нас большое, такое хорошее. У Городницкого вообще много хороших стихов и песен, которые определили эпоху. Но была и такая шуточка тут небольшая прозвучала, когда Городницкий приедет к нам на репетиции и сказал, «А что вы меня записываете? Я же еще жив». На что Вадим Мещук сказал, «Мы еще не закончили записи». Ну, Городницкий-Клячкин. «Сентябрь сколачивает стаи, И первый лист звенит у ног, Извечно истина простая, Свободен, значит, одинок. Мечтая о свободе годы, Не замечаем мы того, Что чувство собственной свободы Боимся более всего И на растерянных лицах. Куда нам жизни деть свои? Стрелой спасительной ложится Власть государства и семьи. В углу заснятой иконой Вся в паутине пустота. Свободен, значит, вне закона, Так эта истина проста. Входная дверь гремит, как выстрел В моем пустеющем дому. Так жить нам вместе, словно листья, А падать вниз по одному. Так жить нам вместе, словно листья, А падать вниз по одному. Действительно, если так представить, что эта песня написана не позавчера и даже не во времена перестройки, а в 61-м году, это действительно жестко. И я уже понимаю, почему Евгений Клячкин забыл ее. Видимо, было проще забыть, чем, в общем-то, как-то ее пропагандировать. Хорошо, я же еще, помимо того, что автор запятая, исполнитель запятая, еще сказал продюсер, и я поняла, что сейчас пошла, значит, волна твоего возвращения к исполнительской истории, да, и даже к авторской. Но не утерял же ты интерес к продюсированию. У тебя всегда эта жилка была, ты очень это любил. Это, конечно, это такая гигантская часть моей жизни, и... Мне кажется, что все, что связано с авторской песней, так или иначе, ты продюсируешь. У меня такое ощущение. Конечно, не все, но крупные проекты. Мне очень приятно, что я участвовал в создании таких громадных, конечно, проектов, как вот «Висборгский вечера», с которых вообще все начиналось, начинались большие концерты. 1994 год, 60-летие Висбора, мы собрались для того, чтобы сделать это событием, а с 1998 года, ну, там вот уже был такой зародыш ансамбля «Песня нашего века», а с 1998 года я просто вот ежегодно, да, уже плотно этим занимался. Это действительно проект, который определил возвращение или... Не возвращение, конечно, она была уже на больших эстрадных площадках, а вот оформление в больших эстрадных концертах авторской песни. Благодаря этому сейчас и в каких-то больших правительственных концертах можем наблюдать авторскую песню и в праздничных, в новогодних вечерах. Вот это... Когда она влилась в общий... Да, 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 она влилась вот благодаря этому. Потом были и концерты, большие проекты памяти Высоцкого, в которых я до сих пор принимаю участие, громадные. Своя колея и прочее, да. Потом Акуджаские вот эти вот большие вечера. Но ты там, по-моему, вот Высоцкого премия, ты там, по-моему, просто как аккомпаниатор. Нет, нет, я музыкальный продюсер, много лет, начиная с 1998 года. И, естественно, это работа, которая связана с тем, что нужно... Кроме того, что репертуар, и нужно собрать оркестр, нужно срепетировать с артистами, нужно согласовать все с каналом. Иногда нужно записать пластинку. И вот мы в этих проектах записали уже две неплохих пластинки. Одну из... Одну в Звездном городке. Ты такой по коммуникациям. Public relations, да? Ну, все, я и дирижировал. С кем договориться, с кем... Я и дирижировал оркестром. Не надо. Ну, просто широкая натура. Все интересно. Мне было бы, конечно, трудно представить себя в какой-то одной ипостаси. Но это не хорошее, не плохое качество. Это говорит просто о разбросанности натуры, которые... И вот в этом плане такие люди, как я, никогда ничего не достигают. Потому что достигают только те, кто уперлись в выпиливание лобзиком. И вот они там раз и чемпионы мира по выпиливанию лобзиком. Да, да, да. И что-то такое. Так еще же время на это надо. Да, а я хочу и крестиком вышивать, и как-то так. И немножко шить еще. Да, немножко шить. И поэтому... Ну вот здорово, что получалось поучаствовать в таких больших, действительно хороших проектах. И сейчас авторская песня, по крайней мере, в эстрадном ее... В эстрадном ее воплощении, вот эстрадно-телевизионном, эстрадно-концертном, она все-таки связана с тем, что мы когда-то в 90-х годах делали вот эти большие проекты, делаем их до сих пор, и они стали частью нашей культуры. Но в этом, на твой взгляд, больше плюсов у авторской песни, вот в том, что она стала такая вот... Несомненно, несомненно. Эстранизированная. Да, несомненно. Потому что абсолютно... Абсолютно не... Как бы сказали сейчас слушатели из Тамбова, вам звонят. Да, да, надо выказать. Неплохо, что классика авторской песни и становится чем-то таким значительным и частью культурной жизни. И она абсолютно не отталкивает никого от того, чтобы взять гитару и написать какие-то новые песни. Нет, мне кажется, как раз вот из-за этого... Там, я не знаю, сколько на 50 на 50, наверное, плюсов и минусов, потому что, с одной стороны, ушла вот эта вот самобытность этой авторской песни вот именно что под гитарку и вот что она самодеятельная. Я об этом уже несколько раз, когда барды приходят, мы обязательно касаемся этой темы. А с другой стороны, конечно, время идет вперед, и, в общем-то, это немножечко такая не очень правильная старомодность. Хочется какого-то другого звучания. Ведь дело в том, что авторская песня всегда имела своими образцами очень хорошую музыку и часто великолепные тексты, но не была допущена, и поэтому ютилась у костров. А почему бы, когда не появилась эта возможность, не показать лучшие образцы? При этом, при всем, когда вот эти лучшие образцы становятся массовыми, людям есть на что опираться. Вот тем, кто хочет начать писать, они же должны на что-то опираться. И они опираются на то, что они видят уже на большом экране, то, что опробировано. А это все-таки под музыку Ивальди. А это все-таки потрясающие какие-то песни Никитина Берковского, это песни Егорова, то есть песни, несущие в себе еще и великий эстетический заряд. А если человек этого не показывает, все на большом экране... Откуда он это узнает? Откуда он говорит? Если он на этом не воспитан. И он будет петь свои три аккорда. То есть, следовательно, это помогает молодым людям какую-то планку все-таки поднять. А то, что сама она по себе такая авторская песня пришла на большие эстрадные подмостки, но все-таки остается демократическим жанром, говорит молодому человеку или молодой девушке, что если хочешь передать свои мысли и ты талантлив, и прочее, да бери гитару, да и пой. Если у тебя получится, через год запоет вся страна. Это правда. Наташа Кучер написала одну-две песенки, но одну настолько удачную, будто та там зарастет. Да, да, вот она с ней везде ездит. Ее мгновенно, она где-то ее один раз спела, мгновенно пела вся страна, потому что она, во-первых, великолепно поется, вторых, удачная, по стихам, задорная и так далее. Хотя человек абсолютно не собирался писать песенки, и так в клубе зашел, посмотрел. Поэтому это все хорошо и не отращает. А то, что мы сохраняем российскую культуру в виде авторской песни в отличие от многих каналов, которые пропагандируют американскую культуру, то это хорошо. Хорошо, продолжаем петь. Следующая песня называется «Ласточка». «Ласточка» Ласточка, звонкая птица, ангел под кровлей моей, что же тебе не летится? Блин, тебе что ли милей? Солнце встает над горою, пахнет дымком от костра. Хочешь, я окна раскрою, вырвись на волю, сестра. Солнце встает над горою, пахнет дымком от костра. Хочешь, я окна раскрою, вырвись на волю, сестра. Ласточка, долгие годы Жаждем мы доли своей, Что тебе наши заботы? С крыльев стих встряхни их скорей, Лучшее сердцу от рада Два твоих тонких крыла. Много ли счастья мне надо, Лишь бы ты в небе была, Лучшее сердцу от рада. Два твоих тонких крыла. Много ли счастья мне надо, Лишь бы ты в небе была. А это чья песня? У этой песни есть определенная история. К юбилею Акуджавы я нашел эти стихи, выяснил, что нет музыки. И написал эту музыку, спел ее впервые как раз в год юбилея на Грушевском фестивале. Мне было очень приятно, я иногда это с удовольствием говорю, что Акуджаву веды спрашивали, где, в каком архиве. Я понял, что так большого сопротивления не вызвало. Так где ж нарыл? Я нарыл стих, а музыку написал сам. А стих он был в обычной публикации. То есть в обычной. Спрашивали, где он ее пел, где, откуда музыка. Ну, сразу такая штамп номер 49. Если Акуджаву, то значит, он это обязательно пел, а ты перепеваешь, а значит, это Акуджавский... Оказывается, не возбраняется абсолютно, потому что такая же история была и с Высоцким, когда... Ну, вот Высоцкого вообще очень трудно петь. Я с гигантским удовольствием всегда его пою, но пою по-своему. А знаю, что люди просто не могут не подражать. Нет, но сейчас, слава богу, я так наблюдаю последнее время на всех вот этих мероприятиях, которые два раза в год-то точно происходят. Там день рождения, день смерти Владимира Семеновича. Я смотрю, что последние, наверное, лет 6-7 все-таки стали оригинальные попадаться варианты исполнения. То есть когда люди все-таки отходят от внешнего, да, вот, от манеры... Крепатцы, да. Да, от манеры, от этого всего, а все-таки хотят как-то по-своему донести тот текст, который им по той или иной причине вот так особо понравился, что они выбрали именно эту песню, чтобы ее там... Или это стихотворение там, да, чтобы это как-то представить от своего имени, да, вот, памяти поэта. Вот, и мне кажется, что вот как-то раньше начиналось, то там просто это был кошмар, потому что невозможно было, действительно, даже терялся смысл песен знакомых, которые ты знаешь, потому что люди настолько вот своим вот внешним преподношением забивали все остальное, и, естественно, очень трудно было это все воспринимать. Сейчас, слава богу, как-то, не знаю... Ну, сейчас уже немножко отходит, и просто стало... Стало хорошим уже таким тоном петь песни, которые Высоцкий написал для кино и для спектакля. Да, да. И это здорово. Но мы это ощущаем каждый год. Когда стали песни отходить от личности, а существовать уже сами по себе, как достояние. Каждый год поощущаем это в концертах. Но я хочу сказать, вот такая практика, когда взять стихотворение, скажем, поющего поэта, да, там, Высоцкого, Висбора, вот Висбора еще надо взять, мне надо обязательно взять. Я понял сейчас. Не зря пришел на программу. Странно, что ты раньше этого не понял. Интересно. Я как-то, да, и с Высоцким даже делал, и тоже спел с удовольствием, и знаю, что хорошие отзывы были. Ну, неважно. Я ее до сих пор с удовольствием пою. Мне кажется, что я ее вспомню. Я ее действительно давно не пел. Может, мы ее действительно так споем? Нет, ради бога. Просто здесь у нас запрограммировано, естественно, в планах есть песня и Высоцкого, песня Висбора, естественно. Это просто интереснее будет, да, музыка. Ради бога, ради бога. Как она называется, подожди? Она называется по первой строчке «Мне скулы от досады сводят». Это просто стихотворение Высоцкого. Даже история не оставила, для чего он его написал. Мне скулы от досады сводят, Мне кажется, который год, Что там, где я, там жизнь проходит, А там, где нет, меня идет. А дальше, больше, каждый день я Стал слышать злые голоса, Где ты там только на вожденье, Где нет тебя все чудеса. Ты только ждешь и догоняешь, И все боишься не успеть. Смеешься меньше ты, и знаешь, Ты стал намного хуже петь, Как дым твои ресурсы тают, И сам теряешь все подряд. Зачем, где ты, там не летают, А там, где нет тебя поряд. Я верю хрипу, вою, лаю, И все-таки друзей любя, Дразнить врагов не прекращаю, С собой в побеге от себя. Я живу, не замечая чуда, Но пухнут жилы от стыда. Я каждый день хочу отсюда Бежать неведомо куда. Хоть все про бой, про тарабанья, Хоть голые миру покажись. Пустое все, здесь прозябание, А где-то там такая жизнь, Фортила мне, земля горела, И взявши пары три белья, Я шесть и там, но Захотелось назад, откуда прибыл я. Фортила мне, земля горела, И взявши пары три белья, Я шесть и там, но Захотелось назад, откуда прибыл я. Ну такая на самом деле, Как практически и все, Я считаю, не практически, А все очень личностные, Личностные стихи в данном случае, Песня, потому что музыка-то твоя, Потому что даже Песня Высоцкого там от имени кого-то, От образа или от неудушевленного предмета, Все равно они очень у него личностные, Они через него пропущены. Но в этом гении любого писателя И любого поэта, И вот говорят какие-то красивые слова, Ощущение эпохи, Биение через себя. Все-таки вот существование таких людей, Как Высоцкий, Булгаков, Скажем, Пушкин, Лермонтов, Люди, которые, не зная и прожив Достаточно короткую жизнь, Так много вместили в себя И так много выплеснули, Может быть и есть для меня, По крайней мере лично, Самое большое доказательство Бога, Доказательство того, Что существует нечто, Существует высшее знание, Высший разум, И определенным людям Дано к нему подключиться И пропустить жизнь через себя. Не хочу обидеть актеров, Но мне кажется, Что вот они как-то живут по-другому. А вот именно поэты и писатели, Хотя вот у нас поэты, писатели, актеры, Это три категории людей, Которые являются иконами культурной жизни. Вот актеры как-то по-другому. Но поэты и писатели практически, Потому что есть... Но ведь, смотри-ка, Ведь именно актеров раньше Не хоронили на территории кладбища, А за оградой, да? Ну считалось, что они чужие, Берут на себя грехи, Вот имеется в виду, Исполняйте или иные роли. Лицедейство у меня особенный счет, Поэтому я тут об этом много могу говорить. Да-да-да-да. Вот. А вот это не касалось поэтов и писателей? Конечно, конечно. Вообще поэт, писатель, Особенно чехослагавший песни, Это был абсолютно угодный сообществу человек. И во всех войсках были свои мысли. И вот в этом смысле, продолжая, И, наверное, заканчивая, В данной нашей беседе разговора, Владимира Семеновича, Вот он как в это в себе совместил. С одной стороны, он вот угодный Богу, Человек как писатель, как поэт. Да-да-да. Да? А с другой стороны, артист, Вот это вот бесовская история. На самом деле, я об этом думала, Там вот это вот все, Поэтому там все вот так вот. В нем актерств было не очень много, И такое оно было достаточно... Вот как актерство Плята, да? Оно вот... Ну это, конечно. Да. Какое-то совсем другое. Это такое немножко нравственное, Такое актерство. Он же не соглашался на роли, Которые не несли. Это как актерство Тихонова, Вячеслава. Да? Это не совсем лицедейство. Ну да-да. Да-да-да, я согласна. Вот, Вашецкого. Слушай, а вы что... Ой, так сейчас вопрос, Иначе я его забуду просто. Кто это придумал, Коль ты имеешь непосредственное отношение Вот к песням нашего века? Так. Кто это придумал, Вот петь вот этим вот хором детсадовским? Вот, что все песни вот хором поются? Я хочу тогда сразу напоить одно, Что я? Значит, я однажды... Вот я не могу понять, Мне это сразу вот напоминает Какое-то... Вот даже не застолье, В застолье другие песни поются, Да, все-таки. Вот. А какая-то... Я даже не знаю, Какая-то пропаганда, Не пропаганда, Какая-то вот... Что-то в этом... Вот есть такое... Вот против моего нотра, Я не знаю. Это против твоего. Может быть, вот что-то такое пионерское, Комсомольское какое-то, Когда вот все хором поют, Песня... Я могу сказать, что есть... Есть все-таки вот наши... Ну, наши ощущения, да? Оно не всегда, вот... Не всегда может быть родниться С массовым, да, сознанием. Ну, вот у таких людей, как ты. Дело в том, что... Очень легко ведь все объяснимо, да? Вот этот хор спел песни, Которые хором ведь и пелись. Только пелись потихоньку И пелись на каких-то небольших мероприятиях. И хор пелись... А хоровое пение, Это вообще такая у любой нации, Вот где угодно, да? Это идея потрясающая. И проект, он же как появился? На Висбургском вечере. Мы хором спели, И друг в зал запел. Ну, да, ну, понятно, но... Решили спеть со всей страной. Ну, это может... Нет, но это может быть одна песня. Но мне кажется, Это такая разовая история, Это как действительно, Как джимсейшн, да? Если говорить, там, Это музыкант, Они выходят там... И вот играют какую-то Общеизвестную. Ксения, а громадная популярность И громадные тиражи. Вот куда их девать? Вот я со всем согласен. А вот это куда? Нет, я же не осуждаю, Я интересуюсь, да, сейчас. Я просто спрашиваю... Пришла в голову Двум прекрасным людям, Георгию Васильеву, Алексею Ивашенко. То есть это... Да, точно, это же их была тема. И в последующем создали еще Мюзикл «Нордоспро», Который говорили, Что по видлам Из гаубицы по воробьям И так далее и тому подобное. Я не считаю... Дело в том, что вот это родилось из того, Что когда мы запели на сцене хором Песни Висбора, Зал хором, а весь голос стал петь. А давайте-ка замутим. А давайте-ка замутим. Вот теперь девятый альбом, да? Да, но пользуется спросом, поверьте. Я хочу сказать, что пользуется спросом, Хотя уже какой-то памятник небольшой воздвигнутый, Можно было бы уже и девятого, и десятого не писать. Кстати, я вам посоветуюсь. Я скажу... Нет, нет, нет. На канале Лемиор есть мнение, что не стоит. Нет, я просто вот интересуюсь, Потому что вот так вот девять альбомов, Мне кажется, что вот почему его приобретают, Да-да-да, его приобретают еще люди, Которые, может быть, стесняются сами петь, И они ставят пластинку, И как в караоке параллельно начинают тоже Присоединяются к этому хору, Им кажется, что они... Ну да. Мне кажется, это такая вот... Один из вариантов, но я хочу сказать, Все-таки есть там хорошие, интересные работы, Яркие, хоровые. Просто надо нам с тобой все-таки сесть как-нибудь И послушать. Все девять альбомов. Прекрасно. Слушай, что касается следующей песни, Хочу сказать, что я ее услышала лет 10-9 назад, Когда работала на одной из радиостанций, На которой и ты бывал тоже. Вот. Я ее услышала первый раз, Я не знаю, сколько ей лет, этой песни, Человек, не любивший меня. Вот. Я ее услышала 10 лет назад, В исполнении, как ни странно, Никакого не автора-исполнителя, Если ты знаешь, такой композитор, Аранжировщик, мелодист Игорь Слуцкий. У него очень много всяких работ, Он и альбом, и для Круга он писал, и для Цыганова, И свое у него творчество, и много всего. Он такой очень универсальный мелодист, Такой парень из Мариуполя, прекрасный. Вот. И вот человек, не любивший меня, И когда он спел эту песню, У меня был просто культурный шок. Он не сказал, кто написал слова, И он сказал, что музыка вроде как его. Поэтому вполне возможно, Что то, что я сейчас услышу, Это будет другой мотив, может быть. Мотивчик. Мотив, да. Но он тогда спел ее под гитару, кстати. То есть, по всей видимости, Он тоже ее недавно где-то... Автора я не помню. Может быть, ты сейчас... Но песня, которую... Нет, конечно, я знаю, Не просто я был дружен с автором, И дружен много лет. Это Георгий Разумовский. Такой очень популярный, кстати, В 60-е годы поэт, Которого все любили. И он вместе с Евтушенко И с Вознесенским много выступал. У него прекрасные стихи. Ну, как-то вот жизнь распорядилась так, Что он писал всю жизнь, отошел. Надо сказать, что... Ой, Георгий. Юрий Георгиевич. Я извиняюсь, да. Юрий Георгиевич Разумовский. Юрий Разумовский. И вот надо сказать, Что он, конечно, писал там что-то все время, Но он сделал в конце жизни, Уже будучи 80-летним человеком, Он примерно в 2001 году ушел из жизни. Вот как раз где-то в 2001 И пришел Игорь ко мне на эфир Вот с этой песней. Может быть, это и было связано как-то вот... Значит, история была такая, Что он, будучи уже 80-летним человеком, Сделал потрясающий, прекрасный, Гениальный перевод слова «Полку Игореве», Который ценится не меньше, Чем все вот до этого существовавшие Классические переводы. И человек удивительный какой-то такой судьбы, Он занимал генеральскую должность, Будучи очень молодым человеком, Он прошел войну и прочее. И песня такая. Ну, давайте мы тогда споем. Это было, наверное, давно, Подошел и присел у огня И поднес мне плохое вино Человек, не любивший меня, Он шутил и кривлялся, как бес, Все святое, кляня и броня, Как он ловко мне в душу залез. Человек, не любивший меня, Это он оттолкнул всех друзей, Что мне были родней, чем родня, И поссорил с любимой моей Человек, не любивший меня. Он со мною кутил по ночам Мелочишкой последней звеня И к безделью меня приучал Человек, не любивший меня, Он твердил мне талант пустяки, Важно только вскочить на коня. И внушал мне пустые стихи Человек, не любивший меня, Я давно бы расправился с ним, Он не прожил бы даже и дня. Если б не был он мною самим человек, Человек, не любивший меня, Человек, не любивший меня. Да, ну у тебя, как в общем-то и свойственно Человеку легкому, с чего я сегодня начала программу, Такое более легкое, более такое вот именно бардовское, что ли, Исполнение этой песни, да, Потому что у Игорька она еще была такая концептуальная. Поэтому там прямо, да, да, да. Конечно, если это эстрадный, скажем, Такой достаточно серьезный эстрадный сочинитель. Ну да, да, да. То есть претензии на крупные формы. Ну да. Ну то есть ты эту песню давно, да? Ну, это, наверное, я даже сейчас помню, Помню год, это примерно-примерно 83-й год. Я вот первый раз услышала ее именно вот 10 лет назад. Но тебе понравилось этот вариант? Это тоже имеет право на существование. Но просто как? Для меня, кто первый встал, то вы и тапки. Я в первое исполнение по-другому услышала. И поэтому это для меня такая легкая такая гитарная песня. А там же смысл-то чудовищный. Жизнь ей оставалась ровно половина передачи. Ладно, у нас есть звонок. Сейчас мы переведем стрелки. Здравствуйте. Ой, Ксюма, добрый день. Добрый день. Добрый день. Я дико извиняюсь. Вот мне очень понравилось только что прозвучившую песню, Вот человек, не любивший меня. Объясните, пожалуйста, смысл. Правильно ли я поняла? А что вы поняли? Вот смысл песни. Ну что тот человек, который вот все-все, что во время песни перечислялось, это он сам и есть, этот человек. То есть большего вреда, как мы сами, себе никто нам не сделает. Вот смысл такой, фабула. Правильно я говорю? Ну да, за исключением экстремальных ситуаций. Ну да, да, да. Доступно сейчас было сказано? Да, 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 да. Я сама так дозревала, она так и вы подтвердили. Спасибо большое. Песня очень сильно понравилась. У меня немножечко такое ощущение, что я веду какую-то филологическую программу. Подготовка к ЕГЭ. Ну вдруг, хватит. Как-то нет, ну ради бога, я очень рада, что вам понравилась эта песня. Это одна из моих любимых песен. Хорошо. Все, что ты продюсируешь, хочу вернуться к твоему, я не знаю, то ли это хобби, то ли это профессию. У себя все так переплелось в жизни и в твоей натуре такой увлекающейся. Ну вот ты же знаешь эту историю, когда счастлив тот, у кого хобби является профессией. Ну да, да, да. Это, конечно, это великое счастье. Но у тебя все время что не продюсирование, то у тебя продюсирование каких-то вот таких больших мероприятий, там как фестиваль, там, да, или вечер, там, посвященный творчеству или памяти. Социальная реклама, сейчас громадный мультипликационный проект. Например, какой-то отдельно взятый человек, например, у тебя не было мысли продюсировать, там, коллектив, там, или автора какого-то? Это другая, да, это другая немножко работа. Она, как мне кажется, все-таки надо понимать, что ведется по, говоря таким сухим языком, чуть-чуть по остаточному принципу, да? То есть либо есть меценат, у которого есть, ну, большой, как бы, большой доход, там, прочее, прочее, и он нашел исполнителя. Так появляются очень многие исполнители и начинают платить ему стипендию, да? На каких-то определенных условиях человека двигает и, значит, оплачет его участие в фестивалях, если считает, что... Но есть это еще похитрее люди, есть несколько у нас таких уже матюровых продюсеров, когда, наоборот, они наблюдают, что происходит с тем или иным, там, человеком творческим. А потом его выкладывают. Да, да, и как только он пошел и стал востребован, сразу хоп! Да, но все-таки это в основном, в основном, вот, продюсирование личности. Это очень открытие, для меня удивительное открытие, при всем моем уважении к этому продюсеру, для меня удивительное открытие, как у Елены Ваенги вдруг стал продюсером Матвиенко, неожиданным таким Макаром. Вот, он так как-то быстренько сориентировался, что девушка пошла и как-то хоп! Ну, хочется сказать, не говоря о ком-то конкретно, хочется сказать, что это очень ресурсная такая история, продюсировать одного человека и выводить. Поэтому это обычно делается компанией, уже накатанной, набравшей опыт и набравшей жирку, где есть вот возможность нескольких людей везти, один выстреливает и так далее. У меня просто никогда не стояла такой задачи. Вот по моей натуре и по моей истории это стартапы, да, то есть это начинать какое-то большое дело, вот потом его можно отдать, передать в хорошие руки, продать, в конце концов, ничего в этом плохого нет. И мы сейчас делаем гигантский, вот наша компания делает гигантский мультипликационный проект, который называется «Фиксики», он идет по телевидению, ну вот, это мультипликация. Ну да, это тоже очень интересно. Перед вами сидит продюсер этого проекта. Вот мне здесь подсказывают, что, ну, возможно, я перепутала, что Дробыш, продюсер у Вайерги, но дело в том, что, может быть, я немножко что-то перепутала, но вот, может быть, это опечатка была, на афише написано Матвиенко. Может быть, они как-то поменялись. Дело не в конкретных, да, нет, дело не в конкретных именах, но вот это отдельная профессия, а стартапы это совсем другое. Это когда ты видишь вот что-то востребованное и делаешь. Вот мы занимаемся, например, наша компания занимается проблемой внедрения ридеров в образование. Вот этот большой шум, который сейчас идет, это тоже громадный стартап, это громадный, значит, в прошлом году мы это делали по собственной инициативе, нашли спонсорские деньги, там, какие-то и прочее, а в этом году это уже государство подхватило, потому что все понимают, что это мейнстрим, но мы были первыми, и мы являемся консультантами в этом, значит, гигантном деле у государства. Ну, это у тебя какая-то большая компания? Ну, стоит ли сейчас, да, об этом говорить? Ну, да, нет, но я имею в виду, что это какая-то группа людей просто. Да, это компания просто. Ну, это, я не знаю, может быть, ты с женой там, может быть, ты с другом. Это такая компания, в которой я работаю. И вот надо понимать, что вот это вот начало, выпихнуть вот в свет проект. И есть несколько очень удачных примеров, например, я горжусь тем, что я являюсь продюсером прекрасного проекта «Мы живем в России», где медведь рассказывает о стране, говорит, а знаете, люди, вот есть такой город Пензе, и вот что вот в ней в Пензе. Это в компьютере все? Нет, нет, это идет по каналам телевидения. Это большой национальный проект, в нем 50 серий. Но некоторые, кто смотрит, значит, только хроники ночных клубов, они не всегда, значит, пропадают. Я похожа на человека, который смотрит хронику ночных клубов. Надай пошутить. Да нет, хорошо, ха-ха-ха. Ну, просто я похожа, наверное, на человека, который вообще не смотрит телевизор, но, во всяком случае, очень-очень мало. Ну, я поздно ночью, как правило, какие-то киношки я смотрю, поздно ночью показывают у нас неплохие киношки. Немецкие? Радуют, радуют. Нет, почему? Не обязательно. Есть и американские, есть и наши отечественные. Ну, где-то после... Про немецкое кино есть много шуток. После часа ночи. Кстати, немцы преуспели очень многих своих коллег на предмет альтернативного кино. Ну, да, хорошо, очень кино. Да-да-да, у них альтернативная очень сильная. Хорошо. Дальше мы двигаемся по музыке. Ну, уезжай. Ну, уезжай. Играй, играй в отъезд. Он нас не разлучает. Мои с тобой расставания. Ты — это я. А между мной и мной не существует расстояния. Ты — это я. Мои глаза. Ты опускаешь, поднимаешь Моих знакомых голоса. Моих знакомых голоса. Ты слушаешь И понимаешь Ну, уезжай. Играй, играй в отъезд. Он нас не разлучает. Ты — это я. И где же грань, что нас С тобою различает. И лишь одно страшит меня И угнетает непрестанно Ты — это я. Ты — это я. А если бы меня Вдруг навсегда не стало Ты — это я. Ты — это я. А если бы меня Вдруг навсегда не стало Ну, езжай, играй, играй в отъезд Ну, вот я на самом деле как-то вот и не особо знаю, что, что бы, потому что мы так все поменяли, и Высоцкого-то вроде спил, я имею в виду на стихе Высоцкого, но мы собирались все-таки не за горами 22 июня, и мы хотели спеть, ты хотел спеть песню о новом времени. Да, но надо сказать, что вот это тот военный пласт Высоцкого. Я так думаю, что, в общем-то, не повредит спеть еще одну. Да, он всегда поется, и самое, для меня такое самое, что ли, большое ощущение было в жизни, что мы через военные песни вообще много очень понимали, да, там, скажем, вот был такой фильм «Хроника пикирующего бомбардировщика». Бомбардировщика. Да, и там была такая песня «Туман, туман, сплошная пельна». Там такие окончательные песни, такие достоверные, совершенно вне возраста. Мы их пели, вот эти песни, песни Высоцкого, да, особенно когда вышли фильмы «Сыновья уходят в бой», «Война под крышами». Фильмы-то были, ну, такие достаточно стандартные, без большой, там, такой сумасшедшей какой-то героики, без больших эффектов. Песни остались и сразу вошли, и вышли эти маленькие пластинки. И почему-то вот мы, будучи совсем маленькими, маленькими детьми, там, я не знаю, на сколько лет, да, было там, 10 лет, может быть, мы их учили и пели. И вот, может быть, это тоже такой момент, когда через такие вещи, понимаешь, какая песня может оказывать воспитательное влияние гораздо больше, чем куча всяких книг. Ну, я вот, кстати, замечу, что вот песни и фильмы, если мы сейчас говорим и связываем, потому что все военные фильмы обязательно, непременно, какой ни возьми, старый, да, фильм, там обязательно какая-то шедевральная совершенно песня такая, которая сразу запала и до сих пор живет. Так вот, как раз, несмотря на такую достоверность от того кинематографа, как раз вот этот вот героизм и какой-то там сногсшибательный, как ты говоришь, какие-то там вот эти вот кровища вовсю и все эти взрывы, и все это как раз больше присуще современным, так называемым, ну, патриотическим фильмам. А там как раз проходила вот эта война через жизнь, намного глубже, через любовь, через какие-то потери, через, намного больше, чем, и поэтому она как раз вот воспитания. Ты практически, да, практически, конечно, подтверждаешь мысль всех наших главных киноведов и главных критиков кино, которые, в конце концов, все-таки слово «экшен» стали употреблять именно в значении того, что экшен – это смена картины действий, которые абсолютно не затрагивают душевные качества человека. Нет любви. Обозначают, что вот он уходит там куда-то, да, а здесь у него остается девушка. Ну, есть обозначение, но потому что это как в сценарии. Ну, обозначают не более того, да. Да-да-да. А вот когда через всю жизнь вот это как-то, не знаю-то. Все великое кино сделано через театр. А театр – это попытка передать переживания человека с помощью картин, сцен, да, где участвуют какие-то люди, голоса и так далее. То есть кино, на котором был явный отпечаток театра, кино 40-х, 50-х, 60-х годов, там 70-х даже отчасти, оно, конечно, шло от переживания к осознанию, и от переживания шло и действие. А потом американцы… Такой сух откуда-то, откуда не возьмись. Не люблю ругать, не люблю ругательным словом называть нацию, самую финансово успешную нацию. Да нет, японцы как-то… Японцы, да. Ну вот потом американцы придумали экшн. Экшн – такая бездуховная смена картин, где вообще переживания человека не играют никакой роли. Но такси, может, у которого включили газ, его направили по мосту, оно может сбить самолёт, например. И это очень развлекает обывателя с попкорном. А то кино, конечно, было… Оно связано было… Оно всё шло через переживание. Но вершина – это родная кровь, да, помните? Да, да. Свея Артмана, да. И, в принципе, он нашло. Мы сейчас немножечко отошли просто в киноведческую такую историю. Хочу два слова сказать. А про Высоцкого, что ты проводил параллель, по всей видимости? Даже не параллели. Я хотел сказать следующее, что всё то кино делалось очень штучно. Очень штучно. Не было потока, не было калек, не было удачных, успешных находок, которые из фильма в фильм переходят. Оно штучное. Даже не очень высокое кино. Это вот «Сыновья уходят в бой», Высоцкий писал. И «Война под крышем» – это был «Беларусь-фильм». Неплохая, нехорошая студия. Там были громадные удачи в этой студии. И были средние очень фильмы. Но в любом случае это была штучная картина, где отдельно подходили к каждому кадру. Были консультанты на каждый эпизод. Могли немцы в этот момент бомбить или не могли, чтобы создать там достоверность. И песни писались штучно, и придавалось этому большое значение. И становились, и песни становились потрясающими. Конечно, то, что пригласили Высоцкого, и появился Высоцкого благодаря этим двум фильмам, вообще появился пласт гигантских военных песен. Потому что это был как импульс, как заряд. И это было очень здорово. Но вот одну песню мы... Такой детворой пели. Я её всегда с удовольствием пою. Я её недавно пел в программе, посвященном Высоцкого. Как призывный набат прозвучали в ночи тяжело шаги. Значит, время и нам уходить и прощаться без слов. По нехоженным тропам протопали лошади. Лошади... Лошади... Неизвестно, к какому концу унося седоков. Неизвестно, к какому концу унося седоков. Наше время иное, лихое, но счастье, как встарь ищи. И в погоню летим мы за ним, убегающим вслед. Только вот в этой скачке теряем мы лучших товарищей. На скаку не заметив, что рядом товарищей нет. И ещё будем долго огни принимать за пожары мы. Долго будет зловещим казаться нам скрип сапогов. Про войну будут детские игры с названиями старыми. И людей будем долго делить на своих врагов. А когда отгремит, отболит, отвоюет, отплачется. И когда наши кони устанут под нами скакать. И когда наши девочки сменят шинели на платьица. Не забыть бы тогда, не простить бы и не потерять. Как призывный напад прозвучали в ночи тяжело шаги. Значит, время и нам уходить и прощаться без слов. По нехоженным тропам протопали лошади, лошади. Неизвестно, к какому концу унося Седоков. Кость, а вообще, насколько жирненько происходит пополнение клуба, как это назвать, клуба авторской песни? Потому что лично у меня создаются впечатления. Опять-таки, может быть, она только создается. Что, в общем-то, появляются люди интересные, молодые, пишущие. Они здесь появляются, разумеется, на телеканале «Ля минор». Но они как бы все равно отдельно стоят. Это такая альтернативная авторская песня, что ли. Я так назвала. Вот мы недавно с кем-то общались. А с Донским, по-моему, общались. Альтернативная такая авторская песня. То есть их как-то вот под эти своды, они все равно не попадают. А там одно и то же. И как только происходит то или иное мероприятие, то все равно я вижу, да, прекрасные одни и те же лица. В принципе, ничем не отличающаяся от поп-культуры ситуация, когда там вот эти 15 человек, вот они тусуются, тусуются, вот это вот все. Ну, все-таки побольше, да, чем 15 человек? Ну, да, ну, конечно, да, да. Ну, я сейчас, ну, сейчас еще считаю. Ну, к сожалению, да, тут, конечно, произошло такое небольшое застывание. И все-таки мы говорили о том, что, говорим до сих пор о том, что в тех условиях авторская песня была просто необходимостью, да, таким клапаном, через который выходило народное творчество и так далее. Очень много было слави партии. Сейчас должны быть другие рычажки. Да, но, а сейчас нет вот этой необходимости. И поэтому к старой авторской песне отношение как к культурному наследию, как к части культурной жизни того времени 60-х, 70-х, 80-х годов... Просто храним, храним, как музей. Да, храним, как музей. А новая песня, она уже должна быть чуть более коммерческая. Не надо бояться этого слова. Почему-то, ну, я считаю, что и авторская песня может быть коммерческой. Потому что почему господину Чубайсу можно говорить монетизация всей жизни? А монетизация, она и есть монетизация. То есть коммерческая, следовательно, она должна обладать уже рядом других признаков. Она должна быть изящной, должна быть очень отточной, попсовенькой, она должна развлекать. Но ведь вот эти вот молодые ребята, которые, в общем-то, придерживаются этих канонов, вот так называемой альтернативной авторской песни, они вот почему-то не сбиваются. Это, наверное, дело поколений. Они не сбиваются вот в эти клубы, а они каждый сам за себя. Они очень отдельно. Ну да. Нет вот, чтобы вот такого взять и записать песни нашего времени. Так мы же попробовали. Не вашего, а нашего. Ты знаешь эту историю, что мы попробовали? Да. Мы попробовали. И Алексей Ивашенко приложил гигантскую силу для того, чтобы мы ушли, а новые, значит, вот как-то пели, создавали свои концертные программы и так далее. И они не смогли между собой договориться. Они все гении. Каждый такой настолько гений. Вот это, я думаю, что это жертва времени просто. Это да, это время. Потому что все-таки 60-е, там же все-таки другое, как, конечно, и воспитание, и все другое было. А тут большинство людей-то уже родились в новой России. Да, да. Поднявший меч на наш клубок получит тут же стулом. В бок. Ну, типа. Значит. И, конечно, это совсем другое время. И потом другие задачи. Сейчас самодеятельная, можно сказать, песня, да, которая не имеет больших вливаний, спонсоров и так далее. То есть авторская песня, можно сказать, самодеятельная, это не так плохо. Самодеятельность, вообще на ней держится мир и все предпринимательство и все-все-все. Вот самодеятельная песня, она, конечно, хочет быть такой же вот, ну, развлекательной, коммерческой, успешной. Туда приходят хорошие музыканты работать, да, с яркими авторами. Ну, вот смотри, я сейчас тебе... Сейчас расскажу, расскажу. И зачем им объединяться и делиться, да? Да, не каждый, как эстрадный артист, идут своей дорогой. И многие даже имеют вот таких вот, пусть среднего класса, но продюсеров. Ну, да. Но дело в том, что вот я почему-то параллель провожу между вот авторской песней. Пойми, ну, мне кажется, ты поймешь, что я имею в виду. Ну, и КВН, например, КВН, это такое тоже наше уже наследие, да, откуда-то тоже из 60-х же оно, да, там откуда оно, как КВН, да, тоже люди, которые студенты, они там или еще что-то. Начало 70-х, да, начало 70-х, да, 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 конец, по-моему, 60-х, ну, неважно, вот, тут какой-то у них юбилей был, это я не помню, запомнил. Вот, ну, сам факт, что это вот их, это самодеятельная же история, вот, когда люди занимаются совершенно другими все. Но есть некое, некое правило игры, в которой они существуют, независимо от того, что актуально, есть ли что пробивать пальцем небо, или поменялся, и юмор поменялся, там, сказать, точнее, не юмор поменялся, а то, что смешно поменялось, вот, и то, что совсем не смешно стало, там, и так далее, и так далее. Но, тем не менее, оно существует, и постоянно обновляется же, люди все молодые-молодые приходят, и они придерживаются этих правил, и это довольно-таки коммерческая история ведь. Да. Вот, я почему-то провожу параллель. Нет, параллель здесь не нужно проводить, дело в том, что КВН – это коллективное творчество. Я могу сказать, и все, и только этим отличается. На самом деле, и здесь есть определенное родо братство, и там есть братство. Коллективное творчество, вообще, он и начинался, и продолжается, это пишут авторы для КВН, пишут. Но в целом, это команда, которая сидит и абсолютно до деталей коллективно разруливает, несмотря на то, что есть прописанные миниатюры и так далее, разруливает выступление. Командный вид работы рождает и командное отношение к жизни, и командное отношение ко всему. Это то, о чем ты говоришь. При этом ты родила у меня сейчас хорошую мысль, поскольку все-таки я занимаюсь стартапами. Мы попробуем, все, я тебе обещаю, и ты мне напомни, я тебе покажу, как они сделают. Мы обязательно попробуем вот такое же коллективное творчество с какими-то единомышленниками. Мне кажется, это так прикольно. Да, сделать. Вот собраться просто вдвоем очень трудно, потому что у меня был опыт написания песен вдвоем, там, втроем. Потом каждый начинает тянуть и дело на себя. Но если написать песню в десятером, вот, то в десятером по строчке, по нотке кто-то улучшит, кто-то добавил. И можно сделать такую пластинку и прочее. Это может быть чрезвычайно фантастический, интересный опыт. Вот тогда будет... Сейчас послушай звоночек. Тогда будет проекция на КВН. Вот. Ну, все равно, как-то вот у меня... Нет, там братство идет из коллективного творчества. Они все время сами об этом говорят. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Это Владимир Вас беспокоит. С города Каменско-Уральского. Угу. Свердловской области. Вот я преподаю в музыкальной школе класс гитары. И вот в последнее время я вот смотрю к вам на передачу, вы приглашаете. И вот, если честно, вот, мне на сердце больно. Во-первых, за гитару, потому что все исполнители, у них очень жалкий аккомпанемент. Мягко говоря, непрофессиональный. Вот у меня девочки, мальчики, там, 12-14 лет, они сами тоже пробуют писать песни. И они такие красивые аккомпанементы делают. И полифонические. И столько гитарной техники применяют. Этого не делает практически почти никто. Меня это очень больно. Во-вторых, выходит на сцену очень много людей, абсолютно не умеющих петь. То есть им кажется, что они поют. А вот я сегодня слушаю, я вот, ну, если честно, я не воспринимаю просто то, что поется. И песни хорошие очень звучат. И вот вы как-то недавно в одной передаче, Ксения, сказали, что вот со времен Пин-Флойда мало что нового и хорошего сделано. Вот, к сожалению, к сожалению, вот это есть. Единицы, единицы появляются ребят, которые действительно и владеют гитарой, и владеют голосом, и новые какие-то мелодии. Вот вы правильно сказали совсем недавно в передаче, что вот эти все мелодии, они узнаваемы уже. Эти мелодические линии, они настолько забиты уже и у нас, и на Западе, что уже просто неинтересно слушать. И мне кажется, вот мы тоже, и я сам пишу песни авторские, и выступал в Екатеринбурге, и дипломантами бывал. Ну, я считаю честней, что я буду заниматься здесь. Мы в своем кругу очень интересные вечера проводим тоже. Но мы туда не лезем, к вам туда, в Москву, потому что я смотрю, ну мы... А вы знаете, подождите, извините, просто очень мало времени у нас. Как вас зовут, извините? Володя. Володя. А вы знаете, а вы попробуйте залезть в Москву, ну хотя бы для начала прислать нам свои песни. Ну, попробуй найти время. Попробуй. Надо ребят сейчас найти, потому что у меня много своих учеников пишет. Они сейчас на каникулах все. Ага. А вы свои пришлите? А ну, может быть. Может быть. Просто хотелось бы пожелать, чтобы действительно и отбор на передачу был действительно интересный. Нет, ну просто хочется убедиться в уместности вашего мнения, потому что так получается, что все вокруг, а вот у вас там в Уральске или откуда вы там, вот, у вас там просто кладезь какой-то, самоцветы. Нет, не то, что кладезь. Поэтому давайте делиться, давайте, присылайте. Вполне возможно, вы приедете и, наконец-то, пополнятся ряды хорошими гитаристами, аккомпаниаторами. Мы-то как раз и говорим о том, что все живое и все хорошее, оно мгновенно находит свой отклик вот у публики, которая слушает авторскую песню. И, по крайней мере, я практически не знаю случаев, когда написанные неплохие песни с интересным аккомпанементом не становились бы мгновенно достоянием общества. Это, по сути дела, есть главная фишка, как принято говорить, сообщество, называемая авторская песня. Потому что очень быстро распространяется информация. Сейчас, благодаря интернету, это тоже мгновенно. Нет, но дело в том, что всегда было, есть и будет. И, наверное, в этом не есть что-то плохое, наоборот, наверное, хорошее, потому что то, о чем мы говорили, есть и штучное, что хорошего всегда меньше. Я имею в виду талантливого, способного, то есть вот такого яркого. Его всегда меньше, это действительно, потому что если бы ему было большинство, то это было бы странно, естественно. И поэтому, в общем-то, странно, если бы каждый, что я, то гений. Хорошо, у нас подошло время программы к концу, у нас остается время на одну песню. И вот я думаю, что было бы логично спеть песню Висборовскую. Да, Висборовскую. И сказать о том, что мы приближаемся к очередному дню рождения. 77 лет. 77 лет, да. Дню рождения Юрия Иосифа. И надо еще раз напомнить то, что мы говорили в начале нашей передачи, что именно с концертов Висбора в концертном зале «Россия» началась в 94-м году, да, авторская песня начала появляться на больших концертных площадках. До этого никогда не было, только эстрадные концерты. Благодаря концерту Висбора. Вот этому концерту, очередной, который, значит, пройдет, это уже, вот смотрите, с 94-го года это 18-й, наверное, концерт. Ну, успеешь спеть песню. Да, Юрий Висбор. По прекрасному Чурлёнису Иногда по Остроухову Мчались мы с одной знакомою На машине Жигули Заезжали в Левитана мы В октябре его пожухлые Направлялись мы к Волошину Заправлялись как могли Заезжали в Левитана мы В октябре его пожухлые Направлялись мы к Волошину Заправлялись как могли По республике Цветаевой Через область Заболоцкого С нами шла высоковольтная А Кудшавская струна Поднимались даже в горы мы Покидая землю плоскую Между пиком Барда Пушкина И вершиной Пастернак Некто Вольфганг Амадеевич Слал нам ноты Из-за облака Друг наш Николай Васильевич Улыбался сквозь туман Слава Богу мы оставили Толь Сафроновскую По боку И заезжий двор Ашанина И пустыню Налбандян На последнем переходе мы Между Грином и Волошиным Возвели шатер Брезентовый Осветив его костром И собрали мы сторонников Рифмы кисти и мелодии И представьте тесно не было Нам за дружеским столом И собрали мы сторонников Рифмы кисти и мелодии И представьте тесно не было Нам за дружеским столом По прекрасному чурленицу Иногда по остроухову Такая классная компания Подобралась, да, в этой песне Действительно Не, а правда так иногда Вспоминаешь какой-нибудь Серебряный век Не вспоминаешь, а представляешь себе Или даже 60-е Наши уже Что там, что не человек Личность талантищая Такая компания Ну просто вот, да Сейчас вот сложнее В таком кругу Оказаться, встретиться Чтобы было столько Такой сгусток Талантливых людей Надо сказать, что еще Отсутствие такой широкой информации Вот типа интернета Телевидения Почти отсутствие И так далее Отбирало Да, отбирало, конечно Штучный товарец Сейчас, к сожалению С помощью рекламы Можно очень многое продвинуть И вот это вот Многое продвигаемое В угоду каких-то Очень ущербно Тем не менее Ты все равно Работаешь в рекламном бизнесе Спасибо тебе, Костя С вами прощаюсь Как обычно Ненадолго всегда Ваша Ксения Стриж Пока-пока Всего доброго Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова